Всем привет! Вы на канале Криви и Тёмка! Сегодня мы будем делать леденцы. Сосательные конфеты, да? Всем привет-привет! Будем делать сосательные конфеты. Крестюш, расскажи, что мы для этого приготовили. Сахар. Сахар. Воду. Воду. Натяшку шоколад, который мы натирали. Это будет посыпка наша. И палочки. Точно. А ещё такую ложку столовую приготовили. Она будет как форма у нас. Мы тоже будем делать один леденец. Кругленький. Кругленький, да. А шоколадную посыпку мы приготовили, потому что у нас часть будет конфет просто сосательные, да? А часть конфет будет шоколадно-сосательные, да? Необычные конфеты. А ещё, кто знал, что у нас конфеты будут такие, как петушки на палочке. Да, как петушки. А ещё приготовили мы ложечку лимонного сока. Вот мы с Кристиной сейчас возьмём 3 ложечки сахара. Давай, последнюю насыпай сама. Дица только надо понимать, что... 3 ложки сахара. 3 столовые ложки сахара. Теперь давай, держи ложечку. 1 столовую ложечку водички. Разливай её по всему сахару. И 1 чайную ложечку лимонного сока. Мы с Кристиной её приготовили заранее. Ну-ка, Кристина, давай. Аккуратно, да. Давай, давай. Опа. А зачем нам лимонный сок? Лимонный сок? Ну, он необходим у нас... Можно добавить, конечно, уксус, а можно добавить лимонный сок. Лимонный сок просто натуральный, более натуральный. Мы же делаем с тобой детские конфеты, да? Поэтому нам нужно всё как можно более натуральное. И не вредное, да, для детей? Детям же всё самое лучшее, правда? Перемешиваем теперь нашу. Да. Теперь мы на средний огонь включаем печку. И подходим к печке. И помешивая, сейчас вот нагреваться будет печка, мы вот так постоянно помешиваем наши леденцы, потому что если не помешивать, они просто пригорят в сковородке, и не получится леденцов, да, никаких? А мы же хотим леденцы вкусные, да? Будем сковородком лизать, чем леденцам. Да, чтобы не пришлось облизывать сковородку, ставим печку на средний огонь и постоянно помешиваем. Да, 11. Ну, это у нас с тобой 11. А у кого-то не такая печка, у нас может быть другая печка. Мы с тобой помешиваем. И помешиваем до... Кристюш, скажи, как думаешь, вот мы с тобой решили шоколадно-сосательные леденцы делать? А ещё чем можно леденцы украсить? Ну, ну, я не знаю. Например, посыпкой там из... Для торта, да, которая посыпка? А ещё это, может, цветной шоколадной. Например, белый шоколад. Да, слушай, всякий разный, да, можно? Да. Для того, что есть дома, то и можно использовать, да, кстати? А может, лимон? Да, можно всё, что угодно, кстати. Можно натереть, кто любит лимон, можно натереть кожуру лимона на тёрке на мелкой, посыпать. И будет тоже очень вкусно. А самое главное, полезно, да? Да, Кристина сейчас весь шоколад съест. Да, пробуй, пробуй. Да, можно кофе добавить. А можно вообще какие-нибудь ягодки добавить. И внутри будет леденец с ягодкой. Например, как ягодка в мёде. Да. Вот так вот будет ягодка в мёде. Или кусочек, допустим, банана. Или сыра. Или сыра. Да, всего очень много. Но будут сырные конфеты, да? Или может быть чесночок. Будут конфеты с чесночком. А может быть с луком или с острым перчиком. Да, или с острым перчиком. Что будет острое, напишите в комментариях. Да. А может быть кто-то попробует сделать такие же конфеты. Напишите в комментариях, да, что у вас получилось. Вот уже коричневее. Ложку мы смазали маслом, да, подсолнечным. Чтобы леденец наш к ложке не прилип. Всё. Всё. Давай аккуратненько положим, чтобы он застывал. Сейчас буквально несколько секундочек и палочку в леденец вставим. Да, только как... А это... А когда мы сочлили, нужно... Да, Кристиш, давай шоколадом-то посыпем. Какие будем посыпать? Давай, сыпь скорее. Сама выбирай. Ну вот, застыли наши леденцы. Леденцы наши застыли. Вот это мы подали на 8 марта. Подожди, Кристина, давай расскажем. Вот этот леденец мы достали из ложки. Никто же не видел, как мы доставали. Давай расскажем, что мы доставали с помощью ножек, а просто отковыряли из ложечки. Да, его? Аккуратненько. Мы его отковыривали пока. Он выпал сам. Да, он прям сам выпал, потому что ложка-то маслом была смазана. И мы его просто завернули в бумагу, вот, и получилось у нас по типу бабочки, да? А хотите, что я вам расскажу? Что у нас надо? Подожди, давай сначала покажем вон бабочку. Эту бабочку кому, Кристин, можно подарить? Маме. Маме, допустим. Или бабушке. Или бабушке на какой-то праздник. На 8 марта. На 8 марта, например, конфеты своими руками. Кристин, давай пробовать конфеты, да, которые получились. Я бы сначала просто. Давай, просто обычная конфета без шоколада, да? Просто. Сосатель. Ну, ты повернись к нам. Что, невкусно? Вкусно, но у меня вкус петушка прям. Прям как петушок, да? Вот, который покупают все детки у бабушек, да, на улице? Нет. Такая же, да, сладкая сильно? Да, только лимоном. Лимоном немножко? Ну, если добавить не лимона, а, допустим, какой-то, ну, не соды, конечно, а какой-то другой фрукт, например, сок яблочка, будет вкус яблочка, да? Ну-ка, а теперь шоколадно-сосательный леденец. Ну-ка, Кристина, ну-ка, повернись к нам, скажи, ну-ка. Я смотрю, шоколадно-сосательный больше понравился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и смотрите прошлые видео. Всем пока-пока. Да, всем пока-пока. И смотрите обязательно прошлое видео. Я уже это сказала. Скоро, скоро мы с Кристиной, нам один из подписчиков наших, написал, что было бы здорово, если бы мы сделали какие-нибудь коктейли, которые будем интересным образом очень делать. Потом расскажу, каким. Поэтому следующее наше видео будет именно про коктейли, да, Кристин? Про коктейли, а какой вкус был коктейли? А вот это большой секрет. Смотрите следующее видео, чтобы узнать, да? Всем пока-пока.